И возвращаемся к одной из главных тем Президиума Госсовета, энергоснабжению Крыма. Полуостров уже почти четверо суток в условиях жесткого дефицита электричества из-за разрушения украинскими радикалами силовых опор в Херсонской области. Сегодня в целях экономии решено отключить от питания более десятка предприятий. Их служащим будет предложена временная альтернативная работа. На линиях общественного транспорта вместо троллейбусов запустили автобусы. В многоэтажках Симферополя отключены лифты. Электричество по графику сейчас подается почти во все населенные пункты. В оставшихся устанавливают генераторы. И еще раз напомню, уже менее чем через месяц Крым с материковой частью России свяжет энергомост. Его строительство не прекращается ни на мгновение. Репортаж Алены Евтиковой. Энергетики работают в круглосуточном режиме, невзирая на погодные условия. Завершается строительство генерирующей станции Тамань. А на этом участке линии из воздушной части с высоковольтных лэб переходят по землю. И так 400 метров до побережья. Рабочие говорят, идем по графику. Монтажные работы находятся в завершающей стадии. Основное оборудование, которое должно было быть смонтировано, смонтировано. Кабельные линии в большей части выполнены. Соответственно, и воздушные линии завершены. Поэтому сейчас стадия подготовки, так скажем, к непосредственному включению. Здесь, на берегу Керченского пролива, происходит монтаж соединения сухопутного кабеля с тем, что уже проложен по морскому дну. Длина морского приблизительно 14 километров. Со стороны Крыма энергетики действуют также зеркально. Прокладывает и заглубляет подводный кабель от берега до берега. Специальная баржа. Подобный опыт подводной прокладки на масштабных объектах в России уже имеется. Однако, впервые работают с таким высоким классом напряжения 220 киловатт. Первая очередь будущего энергомоста позволит передавать в Крым 400 мегаватт. В совокупности с его уже имеющимися мощностями, это покроет порядка 80% потребности полуострова в электроэнергии. На месте строительства заканчивают свою работу и археологи. Они исследовали весь периметр возводимого объекта, чтобы сберечь историческое наследие, которым так богаты эти места. Площадь огромная, по крайней мере, в нашей экспедиции 27 тысяч квадратных метров. Мы обрабатываем все, фотографируем, рисуем, описываем и самую ценную часть находок передаем на хранение в Таманский музей. Одновременно с завершением первой очереди строительства идет подготовка ко второму этапу. Ввод энергомоста в полном объеме сделает Крым независимым от импорта электроэнергии. Алина Евтикова, Валерий Ребжанов и Дмитрий Баранов. Первый канал. Краснодарский край.